Коллеги, добрый день. Мы рады вас приветствовать на очередном вебинаре от компании «Аксилот». Сегодня тема вебинара у нас очень интересная. Речь пойдет об уникальном продукте для российского IT-рынка – система «Аксилот Дом Х5», предназначенная для распределенного управления заказами в цепях поставок. Ведущим на сегодняшний вебинар буду я, Шенек Михаил, и моя коллега Киселева Ирина, аналитик департамента инноваций и разработок компании «Аксилот». Давайте по традиции проверим звук, картинку. Если нас слышно, а еще и видно, просьба поставить огонечки, написать плюсики. Ну, то есть как-то нас уведомить об этом. Если есть какие-то проблемы со звуком, опять же, либо с картинкой, попробуйте переподключиться, и я думаю, все у вас получится. О тайминге сегодняшнего мероприятия кратко расскажу о компании. Далее передам слово уже Ирине, для того, чтобы она рассказала о функциональных возможностях нового решения, продемонстрируя функциональность системы. И, как обычно, в конце мы оставим много времени, чтобы ответить на ваши вопросы. Соответственно, к 11.45 мы планируем закончить. Таким образом, мы саживаемся поудобнее, и я предлагаю начать. Слайд о нашей компании, так как с нами сегодня не только наши постоянные слушатели и наши любимые клиенты, а еще и наши потенциальные заказчики, которые, возможно, о нас знают не все. Наша компания на IT-рынке уже 24 года. В следующем году у нас будет четвертьяковой юбилей. Центральный офис у нас расположен в городе Москва, и есть вспомогательные офисы и ресурсные центры в других городах России. У нас более 300 штатных сотрудников, что помогает нам реализовывать порядка 100 проектов в год. И на данный момент мы уже автоматизировали более 30 тысяч рабочих мест. Мы не ограничиваемся географией и только территории России при реализации наших проектов. Реализованные проекты и клиенты у нас есть за пределами РФ, это и Азия, ближние и дальние зарубежья. Как и положено крупной и успешной компании, на данный момент мы предлагаем заказчикам уже пятый поколение систем класса ВМС и пятый поколение систем класса ТМС. И недавно у нас вышло крупное обновление по системе Axelot TOS. Это система по управлению процессами на контейнерных и портовых терминалах. Мы более 12 лет являемся лидерами рынка ВМС по количеству реализованных проектов и объему продаж. В том числе благодаря тому, что порядка 10% от выручки компаний мы инвестируем в разработку новых программных продуктов и улучшение действующих линейки. Axelot – это прежде всего разработчик программных решений. И за год успешной работы мы предлагаем заказчикам не просто на выбор системы ВМС либо системы ТМС. А уже можем предложить группу систем по транспортной либо складской логистике, ориентируясь непосредственно на конкретные задачи и проблемы заказчика. Таким образом, если мы говорим про автоматизацию складской логистики, мы предлагаем заказчику уже три типа систем, которые между собой различаются функциональностью, платформами реализации и иными моментами. А если мы говорим про управление транспортом и перевозками, то всем известны уже Axelot MSX4 и пятое поколение этой системы – Axelot MSX5. И также мы предлагаем наш умный планировщик Axelot SCAP, который в том числе умеет считать затраты на каждый тип доставляемой продукции. Axelot Mobile Platform – это решение для разработки мобильных приложений. И во главе всех этих продуктов у нас сейчас появился Axelot Dom X5. И вот все наши решения, которые представлены на этом слайде, по нашей задумке представляют собой логистическую платформу Axelot SCM. Как раз-таки об этой уникальной платформе, о флагмане данной платформе и о тех преимуществах, которые вы получите, познакомившись более детально с системой Axelot Dom X5, сегодня расскажет Ирина, и я тогда передаю ей слово. Спасибо. Спасибо, Михаил. Ну, прежде чем мы углубимся в детали, я расскажу подробно о нашем новом продукте Dom X5. Я хочу остановиться, конечно, общей концепцией логистической платформы Axelot SCM, в состав которой входит этот продукт, другие наши прикладные продукты, такие как ВМС, ТМС, оперативная система. Вообще, само понятие платформы для управления цепочками поставок, оно означает объединение прикладных специализированных систем и координацию их работы с помощью системы планирования более высокого уровня, ну, естественно, с обратной связью, которой является система Axelot Dom. И главный принцип управления цепочками поставок, это то, что движение товаров рассматривается как сквозной процесс от производства или даже поставщика, сырья до потребителя. Это как бы основная идея, которая известна всем сейчас. То есть товар на протяжении всего жизненного цикла из управляемой сети не исчезает из виду, и как и связано с его перемещением затраты. И при этом горизонт планирования у нас расширяется. Вот от краткосрочного планирования операций, которые характерны для складских и транспортных систем, до среднесрочного и долгосрочного планирования. То есть мы начинаем более крупными циклами планирования мыслить, управлять, и в результате получаем прозрачность, возможность видеть больше взаимосвязей, закономерностей, получать больше маневр для принятия решений, может быть, о перенаправлении, объединении материальных потоков, в конечном счете для оптимизации затрат. И для решения вот этих прикладных задач управления цепочками поставок как раз предназначены современные автоматизированные системы класса ECM. Не секрет, что они существуют на рынке, существовали, как правило, к системе западных вендоров, и к ним как раз относится и наша платформа, Axelot ECM и продукт в ее составе. Эти системы предлагают именно продвинутые, уже продвинутые инструменты, которые призваны расширить и дополнить функционал традиционных ERP и CRM систем отчасти. То есть это не замена ERP и CRM, это дополнение, которое некую advanced, такую логику продвинутый инструментарий несет. И именно за счет сквозного управления потоками в логистической сети, и объединение функций снабжения и сбыта, или там, другими словами, входящей, внутренне исходящей логистики, такие системы как раз и решают задачи экономии, сдержек, оптимизации, ну и, конечно, координация действий всех участников логистической сети, что координация, конечно, тоже приносит свой оптимизационный эффект. Но в конечном счете цель таких систем на самом деле не в чистой экономии, а в обеспечении оптимального баланса между своевременным и полным удовлетворением спроса и удельными затратами на перемещение и обработку каждой единицы товарно-сырьевых запасов. Другими словами, нам важно удовлетворить спрос не просто любой ценой, а с минимальными затратами и максимальной маржинальностью продаж. То есть соблюдение баланса – это и есть основная цель таких платформ и подобных автоматизированных систем. Интегрированное управление цепями поставок реализуется в системе на трех уровнях. Это планирование, в первую очередь, конечно, дома – это система планирования, это построение различных вариантов цепочек поставок для обеспеченных потребностей и доступных источников. Это классика, на этом построена система планирования такого плана. А исполнение – это выдача заданий уже и получение обратной связи от оперативных специализированных систем для отслеживания статуса исполнения складской и транспортной обработки, чтобы можно было своевременно планы корректировать, получая эту обратную связь. И третий уровень управления – это финансы, конечно, он идет таким параллельным потоком. Это распределение логистических затрат на каждую перевезенную продукцию, причем как плановых, так и впоследствии фактических. Формирование оперативной себестоимости запасов, что очень важно для принятия решений, и анализ маржинальности продаж, конечно, финансовой эффективности. Таким образом, SM-платформа предназначена для поддержки вот того самого сквозного процесса от заказа до оплаты, традиционно который называется from order to payment, то есть от поступления потребности до ее полного обеспечения и получения уже финансового результата, понимания финансового результата и эффекта. Для реализации вот этого функционала, прежде чем сейчас подробно очень рассмотрим, в чем он заключается, в чем суть планирования, в чем вообще оптимизационная задача, давайте остановимся на том, что критически важную роль здесь играет именно модель. Модель структуры логистической сети, которая вместе с актуальными данными о состоянии запасов и будет использоваться для автоматического построения цепочки поставок. То есть система должна понимать модель бизнеса, модель сети, ее актуальный статус, чтобы адекватно реагировать на наши запросы и выдавать какие-то решения. Вот. Система ДОМ позволяет детальнейшим образом описать логистическую сеть конкретного предприятия, включая узлы различных типов, доступные ребра, вот доступные перемещения между ними, различными видами транспорта и характеристики, ограничения по пропускной способности и, конечно, тарифную информацию. То есть характеристика сервисных времен и тарифная информация – это то, что дает нам понимание о возможностях сети, о ее пропускной способности и о стоимости каждой цепочки поставок, которую мы, собственно, по ней будем впоследствии строить. Причем хочу обратить внимание, что речь идет не только об управляемых узлах, то есть непосредственных участниках цепочки поставок – поставщики, склады, потребители, но и транспортных узлах, узлах смены вида транспорта, если это является таким критичной составляющей цепочек поставок, которыми мы пользуемся. То есть у нас нет ограничений того, что мы работаем не только с собственной складской сетью, то есть мы готовы включать в системе, вот в модель, в логистическую сеть максимальное количество узлов, ограничений, описаний, чтобы наиболее адекватные и детальные планы в итоге получать. Ну и кроме того, для автоматизации, планирования регулярного пополнения и распределения запасов для каждого узла еще описываются минимальные и целевые уровни запасов. То есть мы знаем о сети не только все ее характеристики, физические, логистические, транспортные, но и понимание целевых потребностей, да, чтобы потребность еще и можно было сказывать и генерировать в процессе. В результате мы получаем рабочую, актуальную модель логистической сети. На это, как правило, приходится потратить время, но оно того стоит, чтобы потом получать адекватный результат планирования. И на ее основе можно строить план и отслеживать собственные их исполнения. Принципиально сеть обычно включает источники пополнения в виде поставщиков или собственных производств, распределительную сеть складов. Некуя она может быть многоуровневой, какой-то сложной, с какими-то сложными разрешениями перемещения между этими складами. И блок конечных потребителей, это может быть, собственно, оптовая розничная сеть, это могут быть внешние покупатели, дистрибуторы продукции, это могут быть внутренние потребители. То есть это любые потребители, да, в сторону которых у нас, собственно, движется материальный поток. Причем описаны они могут быть, как вы видите, такими регионами обслуживания, которые привязаны, допустим, к конкретным уже распределительным центрам региональным складам. Вот. Но вернемся к основной идее, основному функционалу платформы, который состоит в планировании и исполнении обеспечения различных видов потребностей, материальных ресурсов, товаров, исходя из доступных источников выполнения и структуры логистической сети. Ну, вот, собственно, в чем здесь оптимизационная задача состоит? Она в том, чтобы для каждой потребности подобрать оптимальный источник обеспечения с точки зрения совокупной себестоимости цепочки поставок и соблюдения уже требований к уровню сервиса, ограничений и так далее. То есть потребности могут быть от производства, это могут быть заявки на поволнение запасов, это могут быть заказы на продажу от покупателей или там пополнение, опять же, магазинов розницы. При этом источниками могут выступать, и вообще традиционные системы этого класса, они дают на ответный вопрос о лучшем источнике обеспечения. В контексте конкретного заказа это могут быть наличные запасы, это могут быть такие же запасы, одно, которое следует переместить, то есть перемещение, это может быть закупка или производство, то есть принятие решения, в какой пропорции лучше использовать эти источники для каждого конкретного заказа, это и есть оптимизация в данном случае. Вот. И кроме непосредственного функции планирования, о которой я говорю, система распределенного управления заказами также обеспечивает взаимосвязь компонентов платформы, то есть такую оркеструющую функцию несет, формирует задания оперативным системам и затем получает от них обратную связь. То есть это неотъемлемая часть процесса получения обратной связи, обновления ситуации по сети, по модели, для того, чтобы следующие планы у нас опирались уже на актуальную ситуацию по запасам, по предыдущим планам, и, соответственно, вот этот процесс, он постепенно, скажем так, идет от планирования к исполнению и вновь к планированию, да, то есть такой цикл, можно сказать. Остановимся более подробно на том, что именно входит вообще в понятие планирования и оперативное планирование в нашем случае, потому что мы именно предлагаем пользоваться вот этой вот сложной описанной моделью именно для планирования там каждого конкретного заказа или массива заказов, поступающих на обеспеченную, то есть это не есть моделирование какое-то долгосрочное, там, результатами которого мы потом будем просто пользоваться как таким каким-то долгосрочным планом или моделью. Нет, это обеспечено каждого конкретного заказа, конкретный план. Вот. Что умеет система? Во-первых, она предлагает различные варианты, я подчеркну, варианты, не один оптимальный вариант, множество вариантов по заданным стратегиям. Это есть, на самом деле, самая сложная интеллектуальная функция системы, она поддерживает множество настраиваемых параметров планирования, их можно сочетать между собой для получения той или иной стратегии. То есть, например, для каких-то заказов следует предпочитать более быстрые, но дорогие варианты доставки, да, это требование там к уровню сервиса. Иногда, может быть, необходимо не учитывать запасы, хотя они есть, а предпочитать закупку по каким-то причинам. Некоторые покупатели готовы к частичным поставкам с разных складов, другие предпочитают только консолидированную отгрузку, и основное требование здесь собрать весь товар максимально, и отгрузить с одного склада. То есть, вот эти все моменты можно учесть при настройке параметров планирования конкретного заказа или массива заказов там от одной категории клиентов применить, и они будут, соответственно, учтены системой при автоматическом планировании. То есть, все с одной стороны автоматизировано, можно использовать стратегии по умолчанию, с другой стороны, возможно, вот этот тонкий тюнинг уже со стороны планировщика и принятие решений вот в каждой конкретной ситуации. Вернемся к функционалу по каждому плану, который в результате системы просчитывает. То есть, она говорит, какие нужно выполнить перемещения, закупки, пополнения, чтобы выполнить тот или иной заказ. Так вот, по каждой вот этой схеме рассчитывается время исполнения достаточно точно с учетом транзитных времен по транспортной сети, времени складских операций и так далее. И таким образом мы получаем достаточно точный плановый срок поставки по каждому заказу, который мы планируем, да, с учетом всех-всех-всех вот этих перемещений, которые могут потребоваться. Также параллельно рассчитывается плановая логистическая себестоимость по каждой схеме. И мы сразу можем видеть маржинальность заказа, буквально можем принять решение о целесообразности вообще его исполнения или ее комбинации, например, с другими заказами, чтобы эту маржинальность повысить. Вот, то есть это такой оперативный момент, который нам сразу дает всю картину и по финансовой составляющей. Кроме того, есть инструменты, которые позволяют консолидировать планы поставок на магистралях и отслеживать вообще в автоматическом режиме, по сути дела, формировать накопление, потому что иногда некоторые ожидания, и некоторые задержки отгрузки каких-то заказов позволяют именно очень хорошо сэкономить на консолидации с точки зрения транспорта. И опять же маржинальность этих заказов повысится. Вот тут есть инструменты, которые позволяют делать даже постфактум после цикла планирования заказов там каждым отдельным менеджером. Также параллельно у нас сформируется логистическая себестоимость запасов, причем как доступных, так и даже ожидаемых запасов. И у нас есть понимание, сколько будет стоить запас на каждом конкретном узле логистической сети, и это опять же нам позволяет выстраивать адекватную ценовую политику, именно контролировать попадание в целевую маржинальность, то есть в этом смысле держать руку на пульсе. Вот. В том числе даже возможно ценообразование напрямую с учетом логистических затрат. Некоторые компании в явном виде логистические затраты перевыставляют на своих потребителей, и наша система как раз позволяет это сделать, причем сделать это очень точно, буквально с каждого звена цепочки поставок с пониманием, какая доля пришлась именно на каждый конкретный заказ. Ну, подводя итог, можно сказать, что основной результат работы системы это план обеспечения или оптимизированная по времени и стоимости цепочка поставок, состоящая из последовательности перемещений товара от источника до потребителя. Таких перемещений может быть много, это могут быть перемещения поставщиков на наши склады, это могут быть межсладские перемещения, перемещения из производства, и вот этот комплекс перемещений – это и есть план. План обеспечения, который нужно выполнять, выдавать задания исполняющим системам. И последний такой практический момент, прежде чем мы перейдем к демо небольшому системы, потому что зачастую задают заказчики этот вопрос, это работа с резервами. Поскольку система видит запасы по сети, причем под управлением запасами мы понимаем, просто учет данный личный запас по сети, это было бы слишком просто для системы планирования. Мы говорим о том, что мы видим запасы ожидаемые и работаем с резервами. То есть после утверждения плана обеспечения к исполнению в системе выполняется резервирование доступных запасов на складах отправления и формируются ожидаемые поступления на всех складах назначения по цепочке, независимо от того, как много впереди нам предстоит этих перемещений. Этот, кстати, момент отличает, вот, ну, систему, которая по сети работает, от системы, допустим, учетной, ERP, которая обычно с ожидаемыми поступлениями работает более чем на одно перемещение вперед, да, ну, либо требуются какие-то доработки. Вот, у нас же стандартный функционал предполагает, что резервы ожидаемые, они формируются по цепочке до самого конца, и, соответственно, ожидаемые поступления могут быть свободными, это могут быть поступления из производства, например, регулярные поставки от поставщиков, и они могут использоваться, то есть мы их можем загоди расписывать под исполнение конкретных заказов потребителей, что очень удобно. То есть поступления у нас только запланированы, и под них же мы планируем уже сразу продажи. Вот. Также ожидаем поступления, могут быть уже сразу зарезервированы, да, в последующие перемещения, когда мы их уже расписали. Вот. И, соответственно, вот на картинке показан принцип вот этого резервирования, когда доступный запас перетекает в резервы доступного, становится резервом ожидаемого для назначения, потом происходит, собственно, движение по складу, мы получаем обратную связь от складских систем по факту отгрузки и поступления на склады, и мы уже видим этот запас в качестве резерва доступного на складе назначения, и он готов к отгрузке, к последующему перемещению, по следующему звену цепи поставок. То есть вот этот вот принцип перемещения материального потока через резервы, который, кстати, можно менять, то есть появился более приоритетный заказ, резерв снимается, соответственно, с одного заказа перекидывается на другой, то есть вот это вот тонкое управление резервированием и пониманием свободных запасов и задействованных уже под заказы, оно, собственно, и дает вот этот маневр управления при построении планов обеспечения. Вот. Теперь давайте небольшую, отвлечемся от теоретической части, я проведу небольшую демонстрацию системы. Начать, конечно, следует с описания логистической сети, как я уже говорила, в первую очередь мы описываем узлы, это наши склады, наши поставщики, покупатели. Естественно, у каждого узла есть адресная информация, производится автоматическое геокодирование, привязка к одному делению, и это нам, кстати, позволяет заводить в том числе такие виртуальные узлы, которые называются там, ну, например, клиенты Томской области. Это позволяет при заведении каждого нового клиента ничего нового в НСИ не создавать, то есть сразу же новый клиент, который вот относится к региону Томской области, он уже сразу привяжется к нашей логистической сети и, соответственно, сработает вся тарифная информация и прочее. Вот. По, как я уже говорила, и по узлам, и по ребрам мы ведем достаточно детальную информацию, связанную с временем обработки, то есть вот, например, узел склада, здесь описывается длительность услуг, погрузки, выгрузки, то есть таких традиционных операций, которые, естественно, в тайме цепочки поставок должны включаться, и здесь же можно увидеть тарифную информацию о стоимости вот этой самой складской обработки. там для, допустим, узлов клиентов описываются там, в том числе, графики работы. Вот. Соответственно, дальше разрешение перемещения между узлами описывается ребрами. Ребро у нас имеет вид транспорта, соответственно, у нас между двумя узлами возможно перемещение разными видами транспорта. и вот так примерно выглядит картинка логистической сети, то есть вот эти ребра можно отобразить на карте и увидеть. В данном случае у нас есть центральный склад в Новосибирске и региональные склады в Томске, Кемерово и Барнауле. Еще есть склад в Москве центральный. И вот некие разрешения перемещения между ними. Вот. Также имеется у нас по ребрам тарифная информация. Например, межскладское перемещение, оно у нас характеризуется вот сервисными условиями, перевозка 6 часов здесь транзитное время, и тарифы даны для различных видов подвижного состава. С припланированием мы, естественно, оптимизируем и моделируем загрузку подвижного состава, потому что тарифы зачастую от типа зависят, и мы должны здесь максимально быть приближены к ТМС, из которой мы впоследствии, конечно, получим фактические транспортные затраты, но нам бы хотелось, чтобы план от факта не слишком отклонялся. С точки зрения тарификации здесь все на ТМС очень похоже. Тарифные базисы у нас очень разнообразные, может быть, не такие сложные, как в ТМС, но все основные здесь есть, там, за массу, за расстояние, там, по подвижному составу и так далее. Вот. Результатом вообще вот этой всей истории, связанной с транспортно-логистической составляющей, ну, является рассчитанная длительность и стоимость по любой цепочке поставок, построенной по сети. Вот сейчас перед вами такой тарифный калькулятор, которому вот я сдала откуда-куда, складный на себе, некий клиент в Томской области, и результатом поиска является простроенное транспортное решение. Ну, например, оно может из двух плеч стоять, там, Новосибирск-Томск и отгрузки из Томска клиентов. Здесь все услуги можно увидеть, длительность и сумму затрат. Естественно, система отмечает наиболее дешевый и быстрый вариант, вот как раз первый, таким он оказался, ну и все остальные варианты тоже возможны. Данный калькулятор нам, по сути дела, дает представление о именно транспортно-логистической составляющей, здесь пока запасы не анализируются, но именно он используется уже потом при построении решений, когда у нас анализ запасов тоже произойдет, и система будет уже строить решение по перемещению этих самых запасов. Вот, ну и теперь давайте посмотрим парочку заказов на обеспечение. Вот в данном примере я не случайно выбрала заказ на пополнение склада и заказ на продажу покупателя, потому что зачастую именно совмещение вот этих логистических потоков, оно и дает эффект оптимизации, то есть для того, чтобы на магистрале у нас как можно более полная машина проехала и затраты распределились равномерно на привезенный груз, это логично совместить. Ну, в данном случае как раз будет общая магистраль из Новосибирска до Томска. Вот, заказ выглядит, ну, понятно, он имеет узел назначения, узел управления системой, естественно, определит автоматически, исходя из того, где какие запасы у нас есть, ну и, соответственно, вот строчки конкретных позиций, которые нужно обеспечить. Также в заказе на продажу у нас есть возможность указать, какие дополнительные услуги мы клиенту хотим выставить, ну, например, доставку клиент сказал, и она тоже будет рассчитана. Вот, заказы могут планироваться массово. Сейчас вот перед вами такой менеджер, план обеспечения. Именно на его основе происходит планирование. Вот сюда мы поместили два заказа, 43-44, вот эти строчки. То есть мы обеспечиваем четыре позиции. Двумя из них, малахит, лазурит, мы пополняем склад в Томске, то есть они там останутся, и две белые графиты мы отбудем отгружать клиенту. Далее здесь мы видим варианты, именно то, о чем я говорил. То есть система предлагает различные варианты. Ну, вот в данном случае... Так, скажу, в данном случае здесь очень простая схема, то есть все есть в наличии в Новосибирске, мы везем в Томск, и все, что нужно, потом из Томска клиенту отгружаем. Ну, есть и какие-то здесь более хитрые схемы, видимо, через... Немножко не зависло. Ну, видимо, через Кемерово. Вот, ну, можно схеме еще также посмотреть, да, то есть какие-то другие схемы. Вот, по этой схеме мы получаем план обеспечения, который состоит всего из двух перемещений. Это внутренние перемещения Новосибирск-Томск. Здесь можно увидеть источник обеспечения. Все это доступные запасы. Вот эти две позиции, они идут на пополнение по этому перемещению, а эти две под дальнейшие выбиты. Соответственно, все здесь можно увидеть. Также можно сразу же прямо в плане увидеть расчет тайминга выполнения каждого перемещения, расчет логистической себестоимости. Вот, и, соответственно, вот эта вся логистическая себестоимость уже сразу будет отнесена на перемещаемые позиции, то есть уже на уровне плана это все видно. Вот, если мы посмотрим на позиции, которые вот эти вот две, которые потом покупатели отгрузились, здесь можно увидеть уже накопленную логистическую себестоимость как с этапа перемещения, так и с этапа финальной отгрузки. Ну, и диаграмма, соответственно, ГАНТа здесь просто временной график исполнения показывает. Вот, на основании плана формируется, плана обеспечения формируется распоряжение. Именно они у нас есть, инструкции, скажем так, которые пойдут в складскую систему, в транспортную систему, как заявки на перевозку. И они будут у нас, их исполнение как раз и будет отслеживаться. По каждому из них происходит резервирование запасов вот на узлах отправления. Ну, внизу, кстати, тоже можно тайминг еще увидеть, почему мы здесь ждем выходные, потому что данный клиент может принять товар только в рабочие дни. И, соответственно, здесь вот также ожидание вот это было запланировано, да, после перемещения из Новосибирска. Вот. Если теперь взглянуть на картину по запасам, да, которую, то, что я говорила, по работе с резервами, да, когда мы вот этот план утвердили, мы в системе получаем картину, давайте так вот я покажу, по Новосибирску. То есть в Новосибирске вот эти все позиции 4 попали в резерв доступного, то есть резерв под последующим перемещением, под исполнение заказа. Теперь если посмотреть, как выглядит ситуация в Томске, где мы ждем эти самые запасы, то здесь она немножко другая. Часть запасов в категории ожидается, свободно ожидаемым, просто пополняем Томск. Если оттуда придет еще одна заявка на продажу какого-то клиента, то именно эти ожидаемые запасы могут быть под нее задействованы уже на этом этапе. Вот. И часть у нас в резерве ожидаемого вот уже под конкретную отгрузку. Обратите внимание, что сразу же здесь видна логистическая себестоимость этих запасов, даже ожидаемых. И она будет учитываться в том числе в маржинальности заказов. Вот давайте взглянем, как у нас выглядит распределение затрат по этим заказам. То есть благодаря тому, что вот в это перемещение мы объединили оба заказа, 44 и 43, у нас получилось, что, в принципе, всего 16% стоимости вот этой перевозки, вот этой фуры, да, которая у нас по магистрали Новосибирск-Томск едет, пришлось на заказ на продажу. И большая часть как раз легла на внутренние перемещения. Ну и здесь, соответственно, дальше затраты на отгрузку, они совсем небольшие, и они, собственно, на сам заказ и легли. Поэтому если посмотреть на анализ маржинальности вот этого заказа на продажу, то можно увидеть, что маржинальность очень даже хорошая. По заказам на продажу, естественно, у нас есть стоимость продажи по ценовому соглашению с клиентом. Есть себестоимость товаров, это стоимость приобретения или стоимость запасов, которые мы взяли для того, чтобы этот заказ обеспечить. И есть логистическая себестоимость, которую мы рассчитали в нашем плане. Вот она, как раз тут 7 тысяч. Если бы мы не объединили его с перемещением, здесь гораздо больше была бы сумма, и маржинальность уже не была бы такая высокая. То есть вот это основной такой принцип работы и результат планирования, который дает система. Это была очень краткая демо. Я предлагаю перейти обратно к презентации и, наверное, уже приступить к вопросам нашим. Да, давайте посмотрим. Коллеги, просьба задавать вопросы, не стесняться. Мы понимаем, что продукт для вас достаточно новый, нужно, может быть, немножко времени, чтобы это принять, да, проговорить. Но если они есть, мы с удовольствием на них ответим. Давайте тогда подождем пару минут. Ну а пока ждем вопросы, да, вот на текущем слайде можно посмотреть, да, и ознакомиться с достигаемыми эффектами, о которых как раз-таки говорила Ирина. То есть что мы достигнем, что мы получим, внедрив систему всего дом X5. Вот. По практической части, да, если продолжить рассказ, там, то, что я показала, я показала только кусочек, маленький кусочек планирования. Соответственно, дальше системе мы должны были бы продолжить исполнение. То есть мы должны были получить движение, передать сначала этот план в складскую систему, как план отгрузок и поступлений в Новосибирск, Томск, и от них получить факт движения, фактической отгрузки из Новосибирска, фактической поступлений в Томск. И, соответственно, у нас запасы стали бы уже двигаться по цепочке, и мы бы уже стали видеть реальные исполнения. Также в систему мы можем принимать события из транспортной системы. То есть у нас есть дорожка исполнения по транспортной составляющей. Вот. И, собственно, вот весь мониторинг исполнения заказов можно сосредоточить именно в системе дом. То есть не, скажем так, сверяться отдельно с движениями по складу, с движениями по транспорту, потому что, например, по отгрузке покупателю финал доставки мы можем узнать уже только из транспорта. По транспортной системе. По межскладу мы можем только, например, на складские движения ориентироваться. И вот эти все моменты с экзекьюшном, они могут быть там достаточно гибко у нас настроены, и вот всю прозрачность можно видеть именно в доме. Вот. И еще такой важный момент, который я, может быть, достаточно четко обозначила. По факту исполнения всех перемещений мы можем принимать факт затрат. То есть когда запасы переместились, мы можем их дооценить по факту поступления, вот, логистики из ТМС, например, или из складской системы поступления биллинга. Вот. И это нам еще более такую точную, корректную картину по стоимостной оценке запасов дает и корректирует маржинальность заказов выполненных, потому что порой запасы уже могли выйти из сети. То есть все, продажа состоялась, отгрузка состоялась, но благодаря этому мы все-таки корректируем маржинальность и такую виртуальную дооценку запасов финально проводим. Продолжение следует...